В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Видном состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко дню памяти святого Георгия Победоносца. В преддверии Дня Победы бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей поздравили представители торгово-промышленной палаты муниципалитета. Это, наверное, самый любимый праздник в нашей стране. К сожалению, людей, которые боролись за нашу независимость, за наше счастье, их все меньше и меньше. Персональные концерты для участников войны проходят в населенных пунктах Ленинского городского округа. Поздравляем, чествуем наших не только ветеранов, но и узников концлагерей. Святого Георгия Победоносца называют защитником православного воинства. Его образ стал олицетворением доблести, мужества, героизма и заслуг перед Отечеством. Символично, что полный разгром фашистской Германии пришелся на День памяти Великомученика. 6 мая в городе Видное прошли торжественные мероприятия, приуроченные к празднику. Святаго славного и сихвального Великомученика Георгия Победоносца и всех святых помилует и спасет нас. В Георгиевском храме города Видное отметили престольный праздник. Торжественное богослужение было посвящено Дню памяти святого Великомученика Георгия Победоносца. Величие его подвига и величие его страданий, победа духа, который был внутри Георгия над плотью, все это привело к тому, что люди стали называть его Великомученик и Победоносец. Мероприятие продолжило сценарии славы. По традиции, минуту молчания возвестил главный колокол храма. Цветы к вечному огню возложили глава Ленинского городского округа Дмитрий Абарионов, депутат Московской областной думы Владимир Жук, ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации и общественных организаций муниципалитета. Далее для гостей мероприятия в трапезной Георгиевского храма был организован праздничный обед. Мы всегда стремимся к тому, чтобы вы были чуть-чуть похожими на вас, потому что вы сегодня, наши дорогие ветераны, вы сегодня образец той стойкости, мужества, пройти. Но мы читаем, порой и слезы наворачиваются, а вы сейчас все это прошли, вы не читали, а жить есть. Миллионы наших воинов погибли на полях сражений, миллионы погибли на захваченных территориях врага. В уютной обстановке за пасхальным столом у ветеранов была прекрасная возможность пообщаться и поделиться воспоминаниями. Живые свидетели тех непростых лет поведали невероятные истории о воинской славе, отваге и доблести. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Канельский рассказал о том, как участвовал в битве за Берлин. Вы знаете, многие наши родовики мечтали, эх, дойдем до Берлина. Вот я нашел, я оставил свою подпись на Рейхстане. Олимпиада Яковлева – бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей. Ей было всего три года, когда началась война. В лагере я была на станции Кантемировка, Воронежская область, Бабучарский район. Ой, сколько бы мы испытались. Я еще, конечно, была маленькой, только помню, что собаки передо мной стояли выше меня роста. Овчарки вот эти. Преподаватели Видновской детской школы искусств подарили ветеранам небольшой праздничный концерт. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. День Победы в нынешнем году участник Великой Отечественной войны Виктор Васильевич Жажин встретит на Красной площади. На это торжественное мероприятие его делегировали от Ленинского городского округа. Накануне поездки в гости к ветерану пришли представители администрации в сопровождении фронтовой бригады. С какими песнями провожали на парад героя следующего сюжета, расскажет Татьяна Брылова. В эти майские дни те немногие участники военных событий, кто ныне живы, получают свою порцию внимания и добрых дел. В гости к ветерану Великой Отечественной войны Виктору Васильевичу Жажину пришли представители местной власти. Вы это пережили. Поэтому для вас, я понимаю, что мы все понимаем, что это настолько серьезный и важный праздник, и он будет долгие-долгие годы. А наша задача в детях сохранять вот эту память. Гостей сопровождала фронтовая бригада, семейный ансамбль «Борисенко». Вместе с ветераном они исполнили несколько самых известных песен о войне. Виктору Васильевичу 95, но он молод душой, и дома застать его сложно. Часто встречается с бывшими коллегами, а всю жизнь наш герой трудился в атомной промышленности, занимается общественной работой. Неудивительно, что именно его руководство муниципалитета делегировало на участие в параде победы на Красной площади. Я готов морально уже собран. Я всегда готов. Чувствую праздник, радость, улыбки и прочее. В жизни, говорит Виктор Васильевич, пришлось многое повидать. Но она – жизнь. Всегда любила его, а он сполна отдавал ей тем же. А День Победы для нашего героя, как и для каждого ветерана, остается главным праздником. Этот день Победы по врагам права, это у нас и щединою на листах. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Винное ТВ. 9 мая – особый, самый важный праздник со слезами на глазах. Прежде всего, для ветеранов, которым мы обязаны мирным небом над головой. Но не менее значим он и для тех, кого война лишила беззаботного детства. В преддверии Дня Победы бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, проживающих в Ленинском городском округе, поздравили представители торгово-промышленной палаты муниципалитета. В Ленинском городском округе их осталось всего 53. Тех, кто познал ужасы войны, еще будучи детьми, кто не понаслышке знает, что такое концлагерь. День Победы – это самый святой праздник не только для бывших малолетних узников фашизма. Более святого праздника, чем День Победы, не было у нас и не будет. В 87-летней Валентине Николаевне Сергеенко к началу Великой Отечественной было всего семь. Она до сих пор отлично помнит, как немцы пришли в родную деревню в Могилевской области, как выживала в концентрационных лагерях под Белоруссией и в Польше. Часто пролетали самолеты, бомбили, и женщины собирали. Где Светланина ножка, где Наташина ручка. А я помню, меня перебросило через сарай в картофельную ботву. Вроде я оглохла, потом отшухалась. Нет. Валентину Николаевну и еще более 30 бывших малолетних узников фашистских концлагерей в преддверии Дня Победы поздравили представители торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. С наступающим праздником! Вам здоровья! Самое главное! Да, он всегда будет. Много-много лет в жизни. Спасибо. Более двух лет назад члены торгово-промышленной палаты взяли, что называется, шефство над Ленинской организацией бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Всячески помогают и поддерживают ветеранов. Вот и в преддверии Дня Победы они не смогли остаться в стороне. Это, наверное, самый любимый праздник в нашей стране. К сожалению, людей, которые боролись за нашу независимость, за наше счастье, их все меньше и меньше. И было бы, наверное, неправильно, если бы в этот замечательный праздник, в преддверии этого замечательного праздника мы не поздравили их и не вручили им подарки. В среду 5 мая с наступающим праздником поздравят и ветеранов совхоза имени Ленина, поселка Развилка, а также тех, кто в силу здоровья не может выходить из дома. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. С наступающим праздником, непокоренные. В канун Дня Победы по всей стране чествуют главных героев праздника – ветеранов и тружеников тыла. В Ленинском городском округе, во дворах домов, где живут участники войны, проводят небольшие концерты. Наша съемочная группа побывала в деревне Белеутово, где поздравили бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских концлагерей Любовь Григорьевну Подосенову. О своем военном детстве Любовь Подосенова вспоминает со слезами на глазах. Ей было всего шесть лет, когда немцы пришли в их деревню. Войну я видела, настоящую войну. Наше село, 200 домов было. Всех выгнали. Это страсть была. Как приехали, страшно глядеть немцы. Вот такие собаки на веревках держат. Сами на мотоциклах. Это страшное дело. И погнали нас. И гнали полями, лесами, болотами. В деревне Белеутово Любовь Григорьевна живет с 1953 года. Именно в ее честь в канун Дня Победы было организовано праздничное мероприятие, на котором вокальный коллектив из досугого центра «Юность» исполнил песни военных лет. Тот не забудет, не забудет. Вот такие мавростые темы. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Поздравляем, чествуем наших не только ветеранов, но и узников концлагерей. Даем дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. Для нас, конечно, самое главное – это, конечно, забота о ветеранах и сохранить, сберечь память о великом подвиге нашего народа. Этим людям так тяжело пришлось в детстве. И наши участники войны, благодаря их радному труду, мы сегодня можем радоваться вот этому солнечному дню. Поэтому вот такие мини-концерты мы проводим во всех деревнях, где проживают наши ветераны. Для местных жителей такой концерт стал настоящим подарком. Ко Дню Победы Юрий Камшилин был старостой деревни Белеутово на протяжении 20 лет. Он здесь родился и прожил всю жизнь. Во время войны 12-летним подростком работал в колхозе имени Владимира Ильича. Решите мне поздравить вас с большим-большим праздником, Днем Победы. Пожелать вам успехов и лично желаю вам здоровья. Здоровье – это все, это жизнь. Будьте счастливы. Я вас люблю. Такие персональные концерты прошли еще для трех участников войны. Проживающих в деревне Горки и в поселке Горки-Ленинские. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В заключении выпуска информация о погоде. В пятницу, 7 мая, днем переменчивая облачность без осадков. Температура воздуха повысится до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до плюс 6. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. У меня на этом вся информация. Следующий выпуск новостей на нашем телеканале выйдет 9 мая в 19.30. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова